Росрыболовство установило особый контроль за ценами на треску, сельдь, ментай, горбушу и лосось и обещает каждый случай завышенной стоимости разбирать отдельно. Напомним, не успел запрет на поставки продовольствия из западных стран вступить в силу, рост цен на рыбу стал вполне ощутимым. Только в Приморском крае рыба подорожала на 40%. Подробнее ситуацию на рынке рыбы обсудим с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Очень хорошо, что вы пришли. Помогите нам разобраться. Во-первых, вот такой ситуации. Часть средств массовой информации говорят, что тихоокеанский лосось просто выпрыгивает на берег, забирайте его. Часть пишет, наоборот, не пришел лосось. Путина есть, Путина нет? Путина есть. Путина, не могу сказать, что она очень замечательная, но Путина идет своим ходом. Где-то рыба подходит, где-то подходит не очень хорошо. Учитывая, что основную часть вылова в наших водах составляет, как правило, горбуша, а эта рыба слабо предсказуема, естественно, бывают сюрпризы. Ну, такой сюрприз был на западной Камчатке, где горбуша подошла, ну, скажем так, не подошла. Условно говоря, 7 тысяч тонн, которые там добыты, это ни о чем. Этот год, не могу сказать, что он провальный, то есть на настоящий момент мы превысили 200 тысяч тонн. И к прогнозу, то есть это около 350 тысяч тонн, мы, может, не дойдем полностью, но где-то 330-340, я думаю, что мы возьмем. Вот сейчас о присутствии рыбы на наших российских прилавках говорится уже не первый день. Давайте еще раз, наверное, даже уже подведем какие-то итоги, поскольку действительно везде, да, уже много информации. Все-таки пятое место, да, у нас по-прежнему в мире по добыче рыбы. И люди знают, что большая часть этой рыбы все-таки уходит за границу. Вот какие меры сейчас жестко уже принимаются для того, чтобы все-таки большая часть шла в Россию? Скажем так, что экспортную составляющую никто не отменял, и было бы неправильно ее отменять. Никто об этом не бывает. Дело в том, что есть специфика нашего промысла. Скажем, у нас не добывают многие виды, и с другой стороны, основной объект, который добывается у нас, это мента и треска. Они не всегда пользуются тем спросом, которым хотелось бы у нас на внутреннем рынке. А сколько времени понадобится нашей стране, чтобы полностью обеспечивать россиян своей рыбой? Или в этом нет смысла? Нет, дело в том, что вопрос, какой рыбой. Потому что сейчас Россия может себя полностью обеспечить... Хеком, ментаем? Ну, не хеком, но ментаем, сельдью, треской, кунями, крабами. Ну, креветкой еще пока нет, но я думаю, что в ближайшие годы и это подтянем. Если вы говорите, что рыбой мы можем даже уже сейчас себя обеспечить, почему цены все-таки растут? Это просто спекуляция? Отчасти есть определенные истерии, отчасти, как я сказал, рыба-рыбе-рознь. Ну, а вокруг чего в основные сейчас разговоры идут? Семга. Да? Да, народ тут за последние 4-5 лет привык к этой рыбе. А на остальные виды рыб не повысили цены? Так вот, раньше ментая, о котором Настя вспоминала, ледяная рыба, они все стоили, там, 3 копейки в базарный день, что называется. А теперь это... Ну, опять же, я говорю, что это было датируемо государством. Сейчас это государством никак не датируется. Мы, правда, мониторим эту цены. Вот, например, по горбуши. Цена сейчас, скажем так, очень высокая. Но рыбак говорит, вот у меня идет транспорт 2,5 тысячи тонн. Во Владивостоке ждут какие-то люди, и там один кричит уже не 100 рублей, а 110, другой не 110, 120. С другой стороны, надо понимать, что по горбуши, ну, вот, если дойдет до 140 рублей, то покупатель ее просто не будет брать. Не будет. Да, завершая разговор, просто хочется, чтобы зрители успокоили. Рыба на столе качественная будет, и цены не повысят. Я как бы еще сказал, что пострадает сегмент премиум-класса. Мне кажется, большая часть страны и страдания перенесет стоящих. Я тоже думаю. А так все нормально. Рыба будет на прилавках, и цены не повысятся. Нет. А если все-таки так случится, куда жаловаться? Федеральная антимонопольная служба. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы беседовали с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым. Хорошего дня вам. Спасибо большое.